Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Полночное солнце. Ночами 17-летняя Кэти сочиняет красивые песни под гитару, а днём она вынуждена скрываться во мраке. Её нежная кожа не выносит солнечного света. Но однажды в полночь Кэти знакомится с Чарли, и теперь ради возлюбленного она готова сгореть в лучах света безумного чувства. Иллюзия обмана. 2013 года. Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкие ограбления прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР. Болкс Уолл Трид. 1987 год. Джордан Белфорд становится брокером в успешном инвестиционном банке. Вскоре банк закрывается после внезапного обвала индекса Доу Джонса. По совету жены Терезы, Джордан устраивается в небольшое заведение, занимающееся мелкими акциями. Его настойчивый стиль общения с клиентами и врождённая харизма быстро дают свои плоды. Он знакомится с соседом по дому Донни, торговцем, который сразу находит общий язык с Джорданом, и решает открыть с ним собственную фирму. В качестве сотрудников они нанимают несколько друзей Белфорта, его отца Макса, и называют компанию Стрэттон Оукмунд. Бойфренд из будущего. 2013 года. Тиму повезло. Он молодой, симпатичный, многообещающий адвокат. А ещё он умеет перемещаться во времени. И чтобы очаровать девушку своей мечты, он готов повторять первое свидание вновь и вновь. Воистину, любовь с первого взгляда не всегда выходит с первого раза. Она. 2013 года. Теодор – одинокий писатель. Покупает новую техническую разработку, операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению Теодора, вскоре между неё и операционной системой возникает роман. Великий Гэтсби. 2013 года. Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и королей контрабандного алкоголя, Ник Каррауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американскую мечту, он вселится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками, миллионером Джейм Гэтсби. А на противоположном берегу бухты проживает его кузина Дейзи и её муж, повеса и аристократ Том Бьюканен. Так Ник оказывается вовлечённым в захватывающий мир богатых, их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии, которые являются отражением современных времён и нравов. Продолжение следует... Тело наших тел 2013 года Мир поражён чумой и стоит на грани вымирания. Покойники ходят на земле и норовят употребить в пищу живых, которые, оставшись в катастрофическом меньшинстве, с трудом держат оборону. Перемены начинаются, когда один зомби, чьи имя при жизни начиналось на R, спасает девушку вместо того, чтобы её съесть. Дружба, завязавшаяся между представителями враждующих сторон, грозит обоим самыми нехорошими последствиями. Но R и Джули, сами того не подозревая, держат в руках простой и единственный ключ к спасению гибнущего мира. Нимфоманка. Часть 1. 2013 года Это светлая и поэтичная история эротических переживаний женщины от рождения до 50-летия, рассказанная от лица главной героини, женщины по имени Джо, поставившей себе диагноз – нимфомания. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает её раны и задаётся вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей насыщенной молодости, изобилующую параллельными сюжетами и неожиданными отступлениями. Держимость. 2013 года Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений, дирижёр лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его всё дальше и дальше, за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет победителем из этой схватки? Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова